Дорогие друзья, хак Песах, кашель васамех, пускай Всевышний пошлет всем здоровья, много здоровья, чтобы мы никогда не болели. Итак, давайте обсуждать немножко праздник Песах. Тора нам повелевает, что из-за того, что ты вышел из Египта весной, ты обязан праздновать Песах весной, именно весной. И поэтому есть очень много разных законов, что мы даже делаем высокосные года, чтобы сдвинуть праздник Песах именно на весну. То есть колоссальные усилия, чтобы Песах всегда выпадал весной. И Тора от нас требует помнить, что ты вышел весной и празднуй Песах весной. Почему такая важность в этой весне? Что здесь такого? Почему нельзя просто привязать праздник Песах к месяцу Ниссан? А если будет не так жарко, как сегодня, не будет весна прямо так прекрасно? Ну, хорошо, что такого? Сукот, мы же празднуем иногда, когда зима в Москве, по колено все в снегу, и мы сидим в суке. Нету привязки к весне, к осени, к зиме, но Песах, он всегда привязан к весне. Почему? Итак, Тора нам говорит, что египтяне, фараон, они все верили в то, что они видели. То, что мы видим. Вот есть звезды, есть солнце, есть луна, есть созвездия. И именно это управляет миром. Нил, ничего вот за этим не стоит. Никакого бога, никакой Торы, никаких духовных разных законов и аспектов. Поэтому египтяне, они верили, что их бог, природа, она самая сильная весной, потому что весной все просыпается. И весной их бог, природа, то, что управляет мирозданием, оно находится вот в пике своей силы. Когда цветут растения, птички все поют, и все так, природа обновляется. Это сейчас ихний бог находится в зените своих сил. Что делает Всевышний? Он говорит, смотрите, тут я хозяин. И тут есть духовные правила. Поэтому я выведу своих сыновей, еврейский народ из Египта, именно в тот месяц, когда вы считаете, что это вот самое лучшее и самый мощный период вашего бога природы. Если бы бог вывел бы евреев в сентябре, то египтяне бы сказали, что да, еврейский бог что-то может. Но весной он бы не смог бы их вывести, потому что весной наш бог сильнее. Поэтому бог выводит еврейский народ именно, когда природа просыпается, и он искажает все природные законы, 10 казней, открывается море. Он все делает, Всевышний делает все, как он хочет, а не как природа обычно себе живет, особенно весной, когда она просыпается. Бог показал египтянам, что ваша вера, она фальшивая. В то, что вы верите в созвездия, в то, что вокруг вас, это все подчиняется Всевышнему и его Торе, и все будет, как он хочет. Поэтому он сделал выход из Египта, в том числе, так же, чтобы проучить и показать, что их бог природа на самом деле никакой не бог. Кроме всего прочего, хотел так же сделать приятно нам, чтобы мы выходили весной. Именно поэтому египтяне, они поклонялись овечке. Почему овечке? Почему не льву, царю зверей? Почему овечке? Она же овечка, что ей поклоняться? Потому что овечка – это знак созвездия Овен, овечка. А Овен всегда выпадает на весну. И поэтому они еще раз хотели подчеркнуть, что наш бог – это природа, которая максимально проявляется весной. И поэтому Всевышний эту вот природу открыл море, сделал 10 казней, все великие-великие чудеса. И он все сделал, как он хочет, в самый сильный месяц, который, по идее, по словам египтян, у бога нету вообще никаких полномочий. И бог показал, что все не так, а он хозяин. Поэтому Тора говорит, помните, помните вот этот весенний месяц, помните, что я показал всему миру, что не только природа, созвездия, зодиаки, овны, они, конечно, влияют на мироздание, но Всевышний здесь хозяин. И поэтому такая особенная важность праздновать Песах именно в месяц Ниссан и именно весной. Спасибо огромное за внимание. Всем хак Песах Кэшэр в Эсамэах.